Сегодня Екатеринбург принимает эстафету Олимпийского огня. По всему городу слышны спортивные кричалки. На улицах многолюдно, несмотря на холодный ветер. Эстафета проходит в три круга. К этому моменту продолжается второй. Кто уже успел стартовать, а кого вообще могли исключить из числа участников, расскажет Алена Кононова. В Екатеринбург огонь Олимпиады прибывает во второй раз. Напомню, накануне его встречали на железнодорожном вокзале. Оттуда он отправился в Нижний Тагил. Сегодня в Екатеринбурге стартует эстафета Олимпийского огня. Готовятся огни начали с самого раннего утра. С 7 часов выстроили оцепление на площади 1905 года. С 8 часов от площади коммунаров перестали пускать общественный транспорт, а с 9 обещали перекрыть движение и личного транспорта. Как добирались? Нормально или уже в сложности возникли? Ну, как бы еще нормально, мы на метро. Мы с Уралмашей приехали, так на метро хорошо добрались. Накануне, кстати, еще убирали машины со всех парковок в центре города, потому что три маршрута, по которым пробегут около 300 вакилоносцев, пройдут как раз по центральным улицам. Все зрители и болельщики эстафеты Олимпийского огня обязаны пройти через рамки металлоискателя. Никаких колюще-режущих предметов, взрывчатых веществ и крупногабаритных грузов. Также запрещены напитки в стеклянной таре. Куда пошли? Да, куда пошли? Эти три маршрута-эстафеты образуют собой три олимпийских кольца. Их протяженность 54 километра. Но это немного, ведь каждый из факилоносцев пробежит всего по 200-300 метров. Друзья, приветствуем хранителей огня! Первым факилоносцем на олимпийской эстафете в Екатеринбурге стала Зинейда Амосова. Она приветствовала всех со сцены и тут же отправилась на пробежку. Догнать спортсменку и пообщаться с ней мы смогли лишь в автобусе с факилоносцами. Я знаю, что вы сферкурируете, я в валенках сегодня. Правда, что вы первые надели на ноги лыжи на валенках? Да. А можете вспомнить этот момент? Ну, это было еще в начальной школе, в деревне Затогорово, здесь вот недалеко от Екатеринбурга. И там были валенки, и деревянные лыжи, и такие ремни. Да, правильно. У некоторых факилоносцев огонь продолжает гореть даже после того, как они завершили свой этап эстафеты. Но они этого огня уже не боятся, а факел решили выкупить себе. Потому что там газовая установка, и пока газ не загорит, он будет гореть. Поздравляю! Нам удалось побывать и в автобусе с факилоносцами. Мы выяснили, что даже в такую относительно хорошую погоду бежать все равно тяжело. Например, у Льва Кощеева были все основания, чтобы его с эстафеты сняли. У меня были, могу сейчас уже рассказать эту тайну, потому что я от организаторов это скрывал. Я за два дня сломал палец. Поэтому вот немножко тяжелее было, чем я ожидал, но справился. Первый круг эстафеты продолжается вновь через центр города. Бегут факилоносцы, бегут и хранители огня. Кстати, в их задачи входит не только беречь символ Олимпиады, но и самих факилоносцев от болельщиков и журналистов. Им, кстати, предстоит также проделать все 54 километра пути по Олимпийскому Екатеринбургу. Вы один или вы меняетесь? Сложно, нет, бегать? Нет. Вся колонна следует сейчас по Карло Липник. Я не знаю, с какой скорости примерно бежит факилоносец, но вообще-то это достаточно сложно. Все время соответствует этому темпу. Кстати, все машины останавливаются тоже каждый раз, через каждые 200 метров, чтобы передать факел следующему человеку. Больше всех везет тем, кто бежит с горки, но темп у всех факилоносцев одинаковый. Как именно бежать, им разъяснили накануне организаторы. Медлить и позировать можно лишь несколько минут. И снова в путь. Ура! А у Даниза Садикова настроение не олимпийское, а скорее чемоданное. Он идет навстречу огню железнодорожного вокзала. Шесть часов на вокзале ждем. Вот при пересадке мы гуляем. И впечатления? Отличные. Повезло вам увидеть, как огонь несут. На главных улицах Екатеринбурга непривычно пусто. Нет машин. Все припаркованные вдоль тротуара автомобили сотрудники ДПС попросили убрать. Вот как раз один из тех 300 временных знаков, которые запрещали парковку и остановку. Потому что колонна с эстафетой олимпийского огня как раз проследует по главным улицам Екатеринбурга. Замечаем на тротуаре лишь машину МЧС. На самом деле отъезжающая машина пожарных приехала не на экстренный вызов. Здесь на кране сидел оператор, который снимал фильм об эстафете олимпийского огня в Екатеринбурге. Как только олимпийский огонь пронесли по улицам Карла Липникта и Свердлова, движение вновь возобновилось. Теперь можно ехать спокойно. Алена Кононова и Леонид Маслов. События ОТВ.